Друзья, всех приветствую! Опять хорошие новости! Опять уроки истории. Вспомните, как нас ломали по жизни. Все против нас всегда были, все хотели нас сломать об колено. Достаточно вспомнить только 17-й год, когда вся элита, все умные люди, головы, ученые, философы, философские пароходы, ученые пароходы, пароходы художников уходили от России каждый день. И все образованные люди покинули нас. Все дворяне, купцы, бояре, все богатейшие люди. Образования было тогда вообще никакого. Все были безграмотные, страна была нищая. И все умные люди от нас уехали в 17-м году. Ну, не по своей воле, и это очень печальное событие произошло. Но речь сейчас не об этом, а речь о другом. Все умные люди уехали от нас в 17-м году. Исторический факт. И что после этого случилось? Мы встали с колен, стали образовывать людей. У нас появились умные люди. И еще один исторический факт. Ренек один запустил ракету в космос. Королев. В то же самое время в Америке голубая кровь. В каком-то пятом поколении он лорд, еще что-то такое, англичанин, в Америке руководил космической программой. Не помню сейчас фамилии. И он не запустил ничего и никуда. А простой паренек из села какого-то там, не помнили, даже из деревни, Королев запустил. Так вот, господа, как нас не ломали. Мы становились только сильнее и только лучше и только активней. Поэтому сейчас все, что происходит, это к лучшему. Государство сейчас запретило все патенты иностранных граждан, иностранных предприятий, ну и гражданопредприятий. Делайте, что хотите. Опять же, историческая справка. Наша страна, современная Россия, в 98-м году встала с колен. Почему? Потому что доллар вырос. И стало все внутри, нас стало очень выгодно производить. Все производство стало подниматься именно после 98-го года. Сейчас еще один кризис. Я вам напомню, кризис переводится на русский язык с разных-разных-разных языков, пересвучившись с латинского, как возможности. Сейчас появляются огромные возможности. Сейчас государство дает хорошие кредиты, хорошие субсидии. Мы будем открывать заводы, у нас все будет свое и собственное. Через пять лет вы не узнаете нашу страну. Это будет совершенно другая страна. Полностью независимые все эти санкции, они объявлялись, эти санкции еще при Сталине. И Сталин тогда вызывал к себе людей и спрашивал, «Слушай, дружок, а что это на тебя санкции не объявили?» Вот твоя фамилия, в санкциях не числится, понимаете? И там боялись люди при Сталине, чиновники, чтобы на них не положили санкции, не объявили. Сейчас немножко другая картина, но это очень хорошо, что санкции объявили. Все большие деньги будут тратиться здесь. Сейчас будет открываться столько ниш. Вы посмотрите, сколько уходит от нас предприятий. Все эти ниши сейчас будут заполнены нашими товарами, российскими, лучшими, качественными. Потому что делать будем для себя, во-первых. А во-вторых, все равно Индия и Китай не дадут нам расслабиться. Конкуренция у нас будет, будет очень хорошая конкуренция. И это очень здорово, ребят. Все, что не происходит, все к лучшему. Мы покупали за большие деньги, тратили огромные деньги на программы. Всякие адобы, эти вот майкрософты, чтобы мы могли работать. А теперь государство сказало, все, мы за это не будем никаких претензий к вам предъявлять. Скачивайте и пользуйтесь. И западные патенты все отменяем. Так что, ребят, впереди у нас большое светлое будущее. Немножечко потерпеть, две недельки, все это кончится. Через три месяца к нам все захотят обратно вернуться. Кого мы возьмем, а кого-то мы к себе уже не возьмем. Потому что ниши будут заняты. Рабочие места люди сейчас будут искать все другие. Я, блин, ремонт по-прежнему приглашаю. Да, приходите, нам нужны управленцы в первую очередь, и мастера, и все нам нужны. Люди найдут себе работу. Кадры, высококачественные кадры, которые управляют заводами, они уже, если они найдут себе другую работу, они уже не вернутся к этим америкосам. А новых воспитать, у них уйдет очень много времени на это. Поэтому сейчас у нас невероятные возможности открываются перед нами. Я каждый день слежу за новостями, я слежу за кредитной политикой, которая сейчас государство дает льготные кредиты. И мы сейчас такого навернем, завернем. Мам, не горюй. Спасибо вам всем, всех люблю.